всем привет здравствуйте вы на канале турки space сегодня мы вам расскажем как прошел наш процесс подачи документов на vng тот самый рандеву о котором в интернете ходят целые истории после того как мы заполнили анкеты на сайте гетч нам пришло смс назначенной датой рандеву как заполнить анкету можете посмотреть вот здесь видео я оставлю ссылочку мы заполняли анкету 28 марта рандеву нам было назначено на 1 апреля на 11 часов дня смс пришло на указанный турецкий номер во время заполнения анкеты был выбор между тремя районами куда мы хотим ехать на это самое рандеву и мы выбрали пендик потому что на тот момент этот район был у нас на слуху и мы знали примерно где он находится остальные два района даже представление имели что это вообще такое в один из дней мы решили устроить репетицию чтобы как следует подготовиться к поездке и рассчитать время пути ну и в общем посмотреть что да как и что к чему проект происходит в этом месте где находится этот гетч типа куда конкретно идти в какую дверь заходить сколько вообще народу приходит учитывая на тот момент что мы совсем ничего не понимали в турецком он звучал нам как тарабарщина мы боялись что мы просто ничего не поймем когда мы будут что-то говорить хотели быть готовыми к приключениям так сказать вообще любители подготовиться к различным процессиям и отрепетировать их как следует приехав репетиционный день мы увидели что возле двери гетч столпилась огромная очередь из людей из разных стран и все стояли с папками розовыми папками дося переминаясь ноги на ногу в мирном напряжении особенно сильно выделялись среди этой толпы россияне так как на их лицах было застывшие гримаса напряжения и стеклянный взгляд ну в общем мы их можем понять на тот момент была очень тяжелая ситуация и все хлынули в турцию чтобы хоть где-то отсидеться а турция была один единственный вариант на тот момент где можно было без значимых проблем скажем так получать внж в общем посмотрев все да как погладев на эту очередь мы даже обратились к одним из русских ребят в очереди ну который нам не особо что-то рассказали потому что были настолько взволнованные ситуации что не готовы были к каким-то беседам в метро когда мы ехали рядом с нами сидели русские ребята парень с девушкой мы обратили внимание что в руках у них папки гетчи поэтому мы поняли что они едут именно оттуда и решили поинтересоваться у них как у них вообще все прошло но они были испуганными и очень односложно ответили нам что едут из гетчи и что у них все норм и дальше в контакт никакой не ступали с нами вообще мы обратили внимание что сейчас не знаем нам как-то не попадаются россияне нигде по пути а на тот момент мы встречали периодически обратили внимание что они не идут на контакт даже со своими сторонятся как-то даже своих россиян я не знаю чем это связано возможно с ситуацией вообще в целом в стране они крайне напуганы и не знают кому доверять и кому нет на тот момент мы вообще не представляли как проходит рандеву лишь читали в интернете до различные истории что якобы проходит какое-то собеседование с офицером русскоговорящих среди них попадается крайне редко и даже звонили по номеру 157 это для иностранцев номер мы вам о нем рассказывали предыдущих видео где даже задавали вопрос если на рандеву русскоговорящие офицеры в общем мы по этому поводу сильно переживали как вообще справимся с этим испытанием с этим собеседованием которым писали в интернете не на шутку нервничали и вот настал день x мы приехали аж на час раньше положенного в это время народа почти не было мы простояли час пока мужчина не вышел и не начал запускать группы людей и почему-то он начал пускать людей которые стояли позади нас в очереди там были не представители рф других стран каких-то мы решили поинтересоваться почему так он лишь сказал мой проблем что это значило очень понятно его то может и нет проблема нам надо было идти уже в очереди 1 стоит в общем в какой-то момент он вновь открыл дверь и позвал остальных в порядке очереди мы зашли он попросил показать ему смс на телефоне что якобы подтвердить что мы действительно нам назначены рандеву после чего он рукой указал куда нам идти дальше внутри помещение состоит из двух комнат в одной комнате стоят столы с компьютерами на них и сотрудники за компьютерами и толпа людей вдоль этих столов другая комната с кабинами по сторонам стен с двух сторон и тремя офицерами за каждым столом нас отправили к женщине которая молча взяла наши папки пролистала документы в них сделала какие-то отметки у себя взяла лист бумаги обвела на нем недостающие документы написала сумму пошлины которую нам надо внести и отдала нам обратно эту папку а также вложила еще анкету с четырьмя страницами которые нам нужно заполнить и в этот же день все вернуть после чего мы вышли на улицу и обратились за помощью к охраннику который стоял возле двери был очень деятельный парень да который всем помогал нему обращались абсолютно все иностранцы и он очень охотно разбирался с проблемами каждого обратившегося при этом ловко обращаясь онлайн переводчиком мы у него узнали куда нужно ехать чтобы заплатить госпошлину в налоговой и он нам дал крайне подробный ответ с отчетом станции на какой конкретно нам выходить когда по счету она чтобы мы не заблудились в общем после чего мы отправились в эту самую налоговую в целом часть людей выходящие из здания гёдж отправляется именно в налоговую с этими папками и поэтому можно следовать за ними мы так и сделали по пятам шли за одной девушкой которая очень уверенно держала маршрут в итоге привела нас в нужное нам учреждение в некоторых гёджи налоговая находится в соседнем здании или даже в этом здании но гёджи который находится в пенике это казалось не так и пришлось ехать еще целых три станции на метро чтобы добраться до налоги а там еще идти убивайте эту кугл-карту и ближайшую налоговую идите в общем добравшись до пункта назначения мы начали плутать уже внутри самой налоговой и опять нам попался чудо охранник который все нам разжевал и указал в какую дверь заходить в общем и тут заметили что охранники вообще в курсе здесь всего и всех любых учреждения государственных поэтому если вы пришли в какое-то государственное учреждение не знаете куда идти смело обращайтесь именно к охраннику он вам все покажет расскажет даже талончик возьмет подойдя к окошку уже в налоговой мы показали бумажку из где отмечена сумма и у нас попросили такс номер но мы так сильно волновались что даже не сообразили что это такое вообще могли понять что от нас хотят тогда вокруг нас столпились сотрудники налоговой я открыв папку документов телефоне начала листать они смотрели и говорили то это или не то так общими усилиями мы поняли что от нас хотят увидеть турецкий ннн потому что без него невозможно заплатить госпошлину в общем спасибо им там за понимание мы заплатили 25 долларов за каждого человека в качестве налога и 160 лир это за сами карточки таким образом у нас получилось 972 лиры наличными так как банковской карты у нас на тот момент еще не было это оплата за год за год пнж налоговый сбор зависит от вашего гражданства у граждан рэп самый низкий налог а самый высокий у граждан таташкистана там целых пятьсот шестьдесят долларов составляет республика беларусь платит 39 долларов а украина и остальные государства по 80 долларов цена за саму карточку комет эту пластику она фиксированная составляет 160 лир за одну карточку после оплаты нам дали квитанции что оплата совершена с указанием суммы после мы вернулись обратно на станцию пендик возле геочи докладывать уже достающие документы у нас в общем не доставала ксерокопии листа с визой и нам необходимо было заполнить анкету ну мы решили еще проявить инициативу и распечатали движение средств с наших карт российских банков за последний год и остатки на них ну мы подумали пусть будут так как так как читали что некоторые так делали их учитывали в итоге у нас получились такие увесистые папочки мы не знаем в результате их смотрел ли вообще кто-то эти выписки на русском языке или нет но других карт у нас не было и мы просто рискнули прям там мы заполнили анкеты анкету следует заполнять на турецком языке в общем в ней именно так и указано заполнять на турецком языке вопросы были заданы на турецком а дублировались они на английском с помощью google или яндекс переводчика вы с легкостью их сможете перевести на нужно вам язык вопросы вам анкеты были следующие сколько вы планируете находиться в турции и варианты ответов 36 месяцев 6 12 месяцев 1 2 года мы не стали наглеть и и ставить большой срок нахождение так как уже пошли слухи что из-за большого наплыва славян стали отказывать внж по малейшим поводам которые могут не понравиться дальше вопрос был если у вас постоянный доход здесь пишите ну что что у вас есть на самом деле потому что при первичном внж обычно не требуется подтвердить свой доход документально в нашем случае мы указали то что у нас был этот момент это аренда сдача в аренду квартиры в рф и удаленная работа в интернете следующий вопрос это сколько мне в месяц у вас доход доход менее 5000 лир указывать не следует так как это не считается полноценным доходом поэтому указывайте более 5000 лир в месяц также вопрос был сколько у вас денежных средств вообще в наличии на данный момент если эту вас наличные валюта то так и пишите сколько столько то и валюта в которой у вас деньги если это деньги на банковской карте то так и пишите столько то денег на банковской карте такого-то банка и имейте ввиду что то наличие этих средств иногда могут попросить подтвердить документально. Также был вопрос, кто вместе с вами подается на ВНЖ, и это имеется в виду не друг, подруга или девушка, молодой человек, а именно родственник, муж, жена тоже являются родственниками. Поэтому если вы подаетесь семейной парой, так пишите, со мной муж или со мной жена. И, по-моему, был еще вопрос заданный, с какой вы страны и в какой стране вы родились. А также вопрос, причина нахождения в Турции. Если вы подаетесь на краткосрочный ВНЖ, то есть этот икомет, который называется на сленде, на жаргоне турецком, туристик, то нужно указывать туризм. Имейте в виду, что по такому икомету вы работать в Турции не имеете права по закону. Если кто-то выяснит, что вы работаете, вас просто депортируют и штраф наложат. Мы анкету переводили с помощью Яндекс.Переводчика и писали по-турецки тоже с помощью него. После того, как заполнили анкету и вложили недостающие документы, мы вновь встали в очередь в ту же самую дверь, в которой были с утра. И уже та же самая женщина-офицер, которой мы подавались, она прямо у входа за столом принимала по одному человек и проштамповывала, не глядя уже папки, наклеивала на них наклейки с номерами и на паспорт такую же наклейку. Папки она забирала себе, а паспорт с наклейкой отдавала вам, после чего звала следующего. Это происходило очень быстро, стихийно. Никто с вами в этот момент вообще не разговаривает, никаких вопросов вам не задает. Просто все автоматически забирается папка, плеится наклейка следующей. Мы даже не поняли, что дальше делать, окончание вообще этого рандеву или нет. Вышли на улицу и опять пошли к этому самому охраннику. И спросили, это вообще все или что-то дальше еще делать. Он попросил показать паспорт, увидел наклейку, и показал нам палец вверх. Сказал, что все, все закончилось, идите домой и ждите результат. А теперь мы расскажем вам, какие мы ошибки совершили уже по истечению времени. Мы не сделали ксерокс квитанции об оплате налога. Для чего вообще нужен этот ксерокс? Если вдруг вам откажут в НЖ, то есть вы получите отрицательный ответ, вернуть госпошлину вы без этого ксерокса не сможете. Потому что у вас на руках не осталось никакого доказательства. А также, если вы платили наличными деньгами в налоговой, то делать и не делать ксерокс вам все равно не вернут эти деньги, так как они возвращают их якобы только на карту. Ну вот такие вот есть сведения. Полную достоверность этого факта мы не можем вам сказать, так как мы с этим не сталкивались. Но люди пишут, что те, которые отказали, тем, которые отказали в НЖ, они не смогли вернуть деньги, если они платили налогу. Если вы оплатили картой и сумели оформить себе карту в турецком банке еще до подачи в НЖ, а это в целом возможно, то делать иксерокс тогда обязательно. Ошибка номер два. Мы в ГЕЧ притащили целую папку медицинской страховки. Мы вам рассказывали в одном из видео про медицинскую страховку. И вот если вы оформляете ее в Сомплсигорта, как это делали мы, то они там дают большую толстую папку со всей информацией. И вот мы ее и притащили. Целых две папки. На меня и на Вову. В итоге они у нас вырвали первые листы. Их там было пять штук. И забрали оригиналы. А мы что-то не додумались их отксерить. Но я предварительно их отфоткала дома на телефон. Поэтому у нас остались хотя бы фотки. Для чего это нужно? Если вдруг вам одобрят ВНЖ не на год, а на шесть месяцев, и вы будете дальше продлеваться уже, то вам потребуется, опять же, эта страховка та же самая, потому что она дается минимум на год. И если вы не сделали ни фото, ни ксерокс, то придется идти обратно в страховую и просить у них дупликаты. Но это лишние заботы. Поэтому лучше отксерить или исфоткать. Ну вот, пожалуй, про сам процесс рандеву эта история вся. Там больше, на самом деле, нервозности, чем самого процесса. Поэтому будьте спокойны, сильно не нервничайте. Все автоматизировано там происходит. После того, как вы, значит, подали все эти документы, у вас все забрали, вас отправили домой, отслеживать сам процесс вам следует уже непосредственно на том же сайте ГЕЧ, где вы заполняли анкету и подавали ее онлайн. Там через несколько дней будет, появится графа, в какой стадии находится процесс рассмотрения. И это может быть не быстро, у всех по-разному. Сам процесс рассмотрения может занимать до 90 дней. Об этом написано на сайте ГЕЧ. У нас же через несколько дней появилась надпись, что нужно донести какие-то документы. При этом комментариев не было никаких. При раскрытии этой надписи было написано, документы не определены. Мы позвонили по номеру 157, и там консультант нам точно так же не смогла дать комментарий, потому что в их системе тоже не отражалось. В итоге нам пришлось повторно ехать в ГЕЧ, и там уже нужно заходить не с обратной стороны здания ГЕЧ, где огромные толпы с этими папками, а именно с главного входа, где вот эти огромные ступеньки. Вы туда заходите, поворачиваете налево, вы увидите там помещение, там написано ГЕЧ, и обращайтесь за помощью к сотрудникам за столиком. В общем, мы туда приехали, и нам вручили повторно заполнить подобные анкеты с небольшими дополнениями, где уже попросили нас указать адрес в Стамбуле самостоятельно. Мы не знаем почему, потому что в контракте нотариальном адрес-то указан, ну, в общем, им потребовалось почему-то, чтобы мы указали это письменно. И потребовали указать национальность по месту рождения. Для них это почему-то оказалось важным. Не знаю, для них недостаточно гражданства, они просят еще указывать вашу национальность. И, в общем, все, и отправили нас домой. 9 апреля появилась надпись, что положительный результат. И пришло смс на указанный турецкий номер, также с указанием положительный результат. И 11 апреля мы уже получили эти пластиковые карты на дом с помощью курьера. Мы два дня не выходили из дома, потому что 9-й это был будний день, там, пятница, по-моему, или четверг, что-то такое. А по субботам у них тоже почта работает в плане, что курьеры разъезжают. И мы вот ждали, боялись пропустить курьера, потому что если пропустить курьера, и он уедет, вас не будет дома, карточки возвращаются на почту через какое-то время. И, знаете, отследить потом и отыскать, какую почту конкретно они вернули, без знания языка, это достаточно сложная задача. Поэтому мы сидели дома и ожидали с нетерпением этого курьера. В общем, он приехал, вручил нам под подпись эти карточки, поздравил нас и уехал в Освояси. Вот в 11 апреля мы уже были с этими карточками и комет. В целом весь процесс получения ВНЖ от самого начала до конца, то есть от аренды квартиры до сбора, подачи документов и ожидания одобрения этих кометов у нас занял 27 дней. Не так-то уж и много, но 27 дней были крайне нервные, потому что мы вообще в целом тревожные люди и хотим получать здесь и сейчас все. И поэтому ожидание это было самым сложным. Особенно зная, что в тот момент было достаточно много отказов по непонятным причинам, и причины они не объясняют. Отказ и все. Ну вот в целом мы попытались вам подробно описать весь сам процесс, потому что поступали вопросы, как проходит рандеву, какие документы они дают на рандеву, что рандеву прошел. Вот наш опыт сложился именно таким образом. В общем, просто выполняйте по пунктам все необходимые процедуры. Это все автоматизировано, с вами никто особо не разговаривает. Главное, чтобы документы ваши были все в порядке. В Турции бюрократия очень сильно развита. Они бюрократы 28 уровня и любят, когда все бумажки в полном порядке оформлены в требуемом виде. И главное, спокойствие. Потому что если вы нервничаете, вам это никак не поможет. Вы только создаете нервозную обстановку и для себя, и перестаете понимать, что от вас требуют иностранцы, какими для вас они тоже являются. Всем пока! Пока-пока! Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать вовремя нужные инструкции и оставаться в курсе событий. До свидания!